Субтитры сделал DimaTorzok 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 потеряю. Подожди, тогда я еще не ходил, пойдем туда. А, здесь еще нет ничего. Это что, ягненок, да? Помер ягненок один помер. Что, она перемерз или может от удара? Неизвестно. Маленький дненок. Ну а так вы, батюшка, где учились-то? Где-то в Подмосковье? Семинарий. Ну это тогда была одна семинария в Загорске, сейчас Сергия Фасад называется. Ну встречай, что вам в Москве были, что вам там понравилось? С людьми разговаривали там? Когда? Ну когда-то были или нет? Когда учились? Фу, прошел время, я учился в 80-е годы. Ну вот, я там смотрел видео, вы каждый год куда-то, паломнические поездки у вас, вот в прошлом году вы в Крыму были. Друзья, которые встречаемся всегда, дружим, вот и все, просто для общения. Какие там паломнические. Так уже куда-то поблизости съездим. Ну вот сейчас на улице пойдем, тем дать еще там у меня. В советское время было в России только три семинария. В Одессе, в Москве и в Ленинграде. А заочная была одна, московская эта, в Загорске, считалась одна была заочная. Вот. Это сейчас, скажем, областном городе, даже и в других городах есть семинарии уже. Здесь у меня подростки будут выходить сюда. О, сено заготовлено. Здесь закрыты. Ну вот, получается квадратное. Ну вот, вот это, это называется по-деревенски как? Фитнес, да? Что? Фитнес. Ну, в городе люди ходят там. Потеряешь кибись. Я имею ввиду, зарядку делают вот в городе. Они сейчас проснулись. Ну ничего, надо разминку им сделать. А это у нас такая деревенская разминка здесь. Фитнес-клубы там надо качаться, тело поддерживать. В городе говорят, люди есть годами. Сколько спрашивают? Работа? Да нет, говорят, уже два года не могу работы найти. А у нас здесь работа каждый день. Работа еще на другой день остаются работы. Работы в очередь стоят. Да, здесь вот те, кто увидят, пускай знают, что если работы не можно найти, надо в деревню приезжать. Там до смерти работы хватит. Земля есть. Работать надо, но ничего не хочется. Городи все хотят, чтобы все и сразу было. И где бы такую работу найти, чтобы было бы о том хорошее, ничего не делать. То есть сидеть все вот здесь, ничего не делать. Да, это такое, тонкое такое дьявольское обольщение. И никто не задумывается о городе. Я так, ну тоже я прожил и снимал квартиры на заработках, когда был, как говорится, за длинным рублем ездил. И, ну сколько там, в холодильнике запас продукта, ну есть морозилка там, на 2-3 дня, больше запасов-то нет. А если в истории даже посмотреть, вот в прошлом веке бойны были, голод был. Ну и что ты с этим холодильником? Ну сейчас, ну что-то, вот я смотрел в телевидении, в Италии забастовали дальнобойщики. Ну как каким-то причинам они, фуры остановились, дороги перекрыли, все. И в этом супермаркете уже почти продуктов нет. Холодильник пустой. И что ты, куда ты пойдешь? Капкан. Мне только приезжал один год в Москву. Там дальний родственник, там писатель еще он там считается. И так разговаривали, что он, да знаете, в России живет, говорит, мегаполисами только. Я говорю, Володя, а ты представь себе, что на неделю ваш мегаполис, все дороги с Потеряево-к перекрыты в дереве. Ни одна машина с деревней в ваш город не зайдет. Что начнется у вас через неделю? Да. Каннибализм начнется. А ты, говоришь, в мегаполисе хормишь. Говорят, кризис какой-то. Никакого кризиса нигде нет. Какой кризис? Кто он? Хоть показали бы вас, что это за кризис. Было как 20 лет назад, точно так же мы кормили. Сами ели, людей кормили. Так и сегодня. И ничего не изменилось? Нет, ничего. Да. Ничего. Ну, сало там что там, горючее там, на машине. А так, подороже. Только и всего. А так ничего нет, никакого кризиса нет. Кризис бывает у вас, у людей в головах. Как говорил этот профессор Преображенский у Булгакова в собачьем сердце. Разруха, говорит, она тогда, когда мимо таза будут ходить. Вот она разруха. В головах разруха-то у людей. И кризис так. О, где-то стопся сейчас. Сюда-то отходи. Сюда-то отходи. Ну, я заметил, они у вас чужих боятся. Понятно. А у Виктора там, когда я управляюсь, там они какие-то, они сразу целоваться лезут. Они такие, ручные, не боятся. Вот сейчас, видите, сейчас подростки пойдут туда, вон, в дырочку и где овес насыпаем. Которые пролазят туда, те туда, а которые не пролазят, уже все, они остаются. А, да, тебе надо подкормить, пускай они сил набираются. Которые, да. А эти вот уже подросли. Все, ну что, ну что, ну что, ничего мне надо, ничего нету, ничего не взял. Ну, ладно, 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 все. Добрый пастырь знает своих овец. Ничего не оказалось в карманике, нет. Ну, вот так вот. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. Да. Вот так наш батюшка живет. Работает. Не ждет, когда кто-то что-то принесет. А сам работает, зарабатывает себе на пропитание и с матушкой. Дом какой построил сам. Своими руками его. Домище. Здесь можно поселить, я не знаю, но... На втором этаже, там же комнаты у вас тоже, да? Ну, там у меня как-то гостиница для приезжих. О, гостиница. Половина чердака, половина там гостиница. Дед он особенно, когда бывает, приезжает и там останавливается. Батюшки там или что-то такое. Все начинали с нуля, ничего не было. От бывшей деревни сохранились вот только были полуразрушенные стены вот этого здания. Это был колхозный колхозный, дом культуры колхозный. Его разобрали там, до окон почти сверху были разобраны стены. Все. Все. Я восстановил его. Помогали ведь сами, доложили все. Половина храм, половина школа. Вы строитель, да? Заканчивали что-то? Да, я строитель. Я строительное училище заканчивал каменщиком. То есть, Игнатий Тихонович сначала закончил, а потом вы, да? Ну, Игнатий Тихонович, он закончил техникум, он был прораб. А я училище. Поэтому я был каменщик. Я строил дома в Барнауле. В пенсии перед армией там получился. А потом три года в армии был в Москве. Строили мы там тоже объекты. В частности, она стояла на метро Калужская. Знаем. Ну вот. Тогда эта Калужская была, она конечная. Дальше там ничего не было. Там деревья были. Там строили мы, как он назывался, институт автоматики и телемеханики. Так он назывался тогда. Такие корпуса там большие строили. Все, три года были строены. Я поехал когда-то. В прошлом году мы поеду, посмотрю. Ну а что, приехать? Лесто там где-то, ничего не найдешь. Давай искать уже. Люди идут, которые примерно возраста моего. Он подошел, а он говорит, вы не помните, вы здесь живете? Спрашивают. Другой нет. Я говорю, да, я здесь родился, здесь жил. А вы помните, нет, когда вот была часть, вот здесь военная стояла в 60-х годах. 64-й, 67-й, да, помню. А где? Вот здесь, говорит, была. Ну а там такие корпуса там, здания. У нас стояли, там были просто казармы, такие щитовые собраны тогда, мои. То есть быстро их собрали. Кончилась там стройка, быстро разбирает, на другом месте тоже собирает. Это он греется, греется. Это он греется. У нас в районе когда-то было, я не знаю, сейчас там уже ничего не осталось. Фабрика на весь Советский Союз, вот именно вот эти изделия с шерсти. Никому сейчас наша шерсть не нужна, шкуры никому не нужны. Вон они сколько-нибудь нарезали, висят на заборе вот, выбрасывали. Это никто никому не... Сейчас заменители всяких... В советское время когда были, я в детстве понял, попробуй там овечку ты это, да чтобы ты шкуру не сдал, с тебя шкуру снимут. Даже свинью резали, и со свиньи шкуру должен ты сдать. Это только утром. Такая жизнь. После обеда туда уже ходим, воды наливают, туда-сюда им на ночь из колодца воду. Потом еще даешь, на ночь еще, перед тем как загонять еще, три раза в день. Ну люди там смотрели летом, а вот зимой как им интересно. Вот сегодня еще, вчера ходили на рыбалку, сегодня еще пойдем. Вот зимой еще снега не было этой ночи, а то снегу ставили вот так вот, Да здесь вот так вот снега не было почти по колено. Вот пока это все очищу, чтобы ворота открыть. Часа полтора-два пока снег очищаешь. Вот, а это подростки едят, я им подкармливаю вот. Все насторожились. Что, попадете вы, телевизоры вас будут смотреть? Да, звезды ведь. Не боятся чужих, только чужой сразу. А это как попался? А то ворота были открыты, а на зале уже старые. По одного лестника, два и сразу. Вот так вот, ну, слава Христу. Вот так вот, включат. Какие нахуй. Сейчас, 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 сейчас там. Сейчас еще там, подожди. Ну-ка. Где они? Куда холится подевали, а? А вот тащили. Вот тащили. Сейчас вам все надам еще. О, а где вторая? Здесь не проспишь, здесь разбудят. Ну чего ты, ну, 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 чего ты, чего ты? Здесь углярка. Ну все. А, пойду я батюшку тоже управляться. Да, он у нас учится. У него и так времени, он постоянно вот это читает, абрифераты, сейчас к сессии готовится. А мне что, у меня времени полно. Поэтому я с радостью. Конечно, у него там надо будет поправлять, у него холодновато немножко надо будет. Ну, лето придет. Да, 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 прогнило там много чего. Ничего, с Божьей помощью.